Это очень долго и сейчас сохраняется за Юницким. Это струнный транспорт Юницкого, СТЮ. Поэтому мы когда увидели и при встрече с деканом транспортного факультета и потом с профессором, Алексей с Виктором Бабуриным очень на таком, я считаю, хорошем уровне провели встречу, проговорили. И здесь, друзья, очень интересно, почему мы посчитали, что это очень важно и чтобы это можно было заменить и вполне достойно заменил вводный вебинар. Для новичков особенно, что друзья, это профессор кафедры транспорта СССР. Очень профессионально и со знанием дела рассуждали и обсуждали с Виктором Бабуриным перспективы развития. Вообще всего словацкого узла транспортного перспективы и проблемы сегодняшней транспортной отрасли, так как они преподают в университете именно транспорт и перспективы транспорта, то это высокопрофессиональный разговор, это высокопрофессиональный взгляд на проблемы и вообще то, что мы делаем, связанное со Skyway. Вчера мы провели в Пратиславии очень хорошую конференцию. Ребята, которые организовали здесь, просто все было на высшем уровне. Очень хорошая подготовка, хороший перевод. На три языка было Венгрия, Словения, Чехия. Примерно в равных количествах это уже подготовленные инвесторы, те, которые интересуются. Было, кстати, много новичков. Вы видели, мы как раз начинаем сейчас налаживать, и у нас наконец-то начала работать система перископа. Мы сделали и вчера, и сегодня трансляцию в перископе. Вы все видели, кто следил, кто смотрел, тоже было 110 человек вчера на трансляции. Это, друзья, тоже очень важная такая работа. Во-первых, в онлайне можно видеть, как реально идет живая презентация, как задают вопросы из зала, какие вопросы задают, как отвечаются. Это, друзья, всегда очень важно. Это живая работа, живое общение. И сразу могу сказать, не всегда идут очень лестные или очень простые вопросы. Приходят и люди задают самые разные вопросы. Они хотят разобраться в сути проекта, в сути программы. И поэтому есть люди, которые приходят крайне скептически настроенные. И вот как раз задача таких встреч, задача таких конференций – это дать все ответы на вопросы, и чтобы каждый, кто пришел на конференцию SkyWay, ушел полностью сформировавшейся системой, со всеми именно системой знаний о проекте и полностью ответил на все вопросы, которые не только для себя мог определиться и дальше выступать и инвесторам, и партнерам в проекте, но и, соответственно, нести дальше информацию, потому что для нас это крайне важно. И дальше, друзья, эта неделя вообще у нас была очень активная. Мы провели конференцию буквально за эту неделю, сегодня среда, и вот за шесть дней, друзья, мы провели конференцию в Казани. Мне Алексей Романов с группой наших партнеров, активистов, которые работают в Казани, там очень серьезная, очень хорошая подготовка и конференция, там больше 450 человек, из которых мне, что очень интересно было, больше половины новичков, и мы специально отрабатывали таким образом, что в конце я сказал, что у кого есть какие-то вопросы или кто сегодня еще сомневается, что надо входить в проект Skyway, и ни один человек, ни один сказал, что я не хочу, и это было очень интересно. Потом из Казани с перелетом через Москву, то есть, друзья, между Казани и Магнитогорском, там около 800 километров, мне пришлось вернуться в Москву за 2000 километров, в эту же ночь вылететь в Магнитогорск, на следующий день, в пятницу, мы провели конференцию с Валерой Головниковым и тоже нашей группой очень интересных активистов, кто работает, провели конференцию в Магнитогорске, это уже второй мой приезд, соответственно, всем и Светлане, кто готовил, большое спасибо. Дальше Алексей приехал из Челябинска в Магнитогорск тоже поддержать конференцию, участвовал Николай Шубин, это активно продвигает сегодня, и один из активистов, который сегодня с большим сетевым опытом переходит к нам в проект. Соответственно, он был год назад на конференции, сегодня он активно включается в работу, что тоже подтверждает развитие проекта. Дальше мы переехали за три часа какой-то езды по этим безумным дорогам с Алексеем, с Шубиным, с Валерой Голдком, мы приехали в Челябинск, у нас в субботу была конференция в Челябинске, Григорий Михайлович Мирошниченко, Гузель, в общем-то, провели очень важную встречу, очень большую работу. Дальше в воскресенье утром мы переехали в Екатеринбург, в Екатеринбурге все записи у вас есть, тоже конференция под 300 человек, тоже очень много новичков, Руслан Багиров, Ольга, тоже большое всем спасибо. Дальше оттуда, пролетом через Минск и через Вильнюс, я прилетел в Братиславу, здесь мы встретились с Виктором Бабуриным, прилетел с небольшими приключениями Алексей Суходоев, вчера мы тоже провели конференцию в Братиславе, можно констатировать, везде, друзья, очень высокий интерес, когда мы показываем отчет за трехлетнюю работу, 16 октября, напомню, кто еще не знает, трехлетие нашего проекта, регистрация компании «Евразия Нравилась Skyway» в Лондоне, с этого все началось, и, соответственно, 16 октября, когда мы будем готовить наш «Октябрьфест» фестиваль Skyway, после уже презентации в Берлине, вот, то есть это, друзья, как отчет, и сегодня мы показываем работу, везде рассказываем новичкам, поэтому что делается, в итоге мы посчитали, друзья, что в оффлайне, то есть непосредственно на прямых встречах у нас было около двух тысяч человек, соответственно, очень большое количество просмотров, отзывов, я считаю, что это оправданные такие вот, то есть сегодня, конечно, это очень тяжело, потому что каждая конференция, каждый переезд, особенно в условиях, когда по три часа в машине или по ночь перелетами в Москву и обратно, и потом конференция, друзья, это, конечно, тяжело, но сегодня это того стоит, потому что очень ответственный период, мы готовимся к сентябрю, к октябрю, нам надо перед инвесторами снимать все вопросы и интенсивнее сегодня расти, вот, поэтому очень важный момент, в сентябре презентация, мировая презентация, друзья, то есть где Анатолий Дуарчевницкий, Виктор Бабурин, ведущие инженеры будут презентовать мировой общественностью, будут презентовать тем, кто интересуется передовыми направлениями в сфере транспорта, это очень ответственный момент, и мы первый раз заявляем о том, что мы реально являемся лидерами в мировой отрасли, мы реально создали технологию, которая сегодня делает следующий шаг в транспортной коммуникации, вот, и очень много увязывается для заказчиков, для инвесторов, для тех, кто занимается инфраструктурными проектами, там будет огромное количество уже инвестиционных фондов и банков, которые будут смотреть, потому что само по себе факт приглашения на сентябрьскую мировую выставку в сфере транспорта, которая проходит раз в два года, потому что чаще проводить не возникает столько инноваций для того, чтобы их показывать именно принципиально, и для нас это будет очень важный момент, что там будет презентация двух сегодня, скажем так, очень серьезных технологий, которые претендуют на лидерство, это можно сказать двух конкурирующих технологий, двух конкурирующих команд, и мы, естественно, как приверженцы и последователи школы инженера Юницкого, мы утверждаем и мы будем отстаивать свою точку зрения, и доказывать, и показывать именно на экспериментах, именно в сравнении, именно с точки зрения здоровой конкуренции, о том, что технология СТЮ, струнный транспорт Юницкого, о том, что бренд Skyway, о том, что транснет, который сегодня создается, это то передовое направление в науке, которое выиграет эту конкуренцию, и естественно, что меня иногда даже сейчас критикуют, что мы очень жестко относимся или очень жестко критикуем технологию Hyperloop Илона Маска, хотя он не инженер, это не напрямую, его технология Илон Маск – это менеджер, высокоэффективный менеджер в сфере инноваций, он собрал команду, и команда сегодня продвигает Hyperloop. Мы сегодня, являясь последователями тех, кто развивает другое направление, мы утверждаем, что Hyperloop в конкурентной борьбе проиграет технологии Skyway и струнному транспорту Юницкого, потому что с точки зрения технологических решений Юницкий предложил оптимальные сегодня технические решения, которые выиграют эту конкурентную гонку. Это покажет, друзья, только время. Мы с уважением относимся тем, кто придерживается и развивает другие технологии, но для наших инвесторов, то есть на всех встречах с оффлайн, то есть все мы были на вебинарах, на всех конференциях, мы, друзья, говорим, что мы вам рекомендуем, и наша рекомендация, приходить в нашу технологию, потому что мы технически и с точки зрения именно перспективы наиболее развитой, наиболее интересной технологией. Это, друзья, не очевидно, это спор экспертов, потому что технологии только могут сравниваться уже при действующих образцах. Мы в этом году уже покажем действующие образцы в октябре. Это очень серьезное, ответственное мероприятие, которое взял на себя лично Юницкий, и он несет сегодня огромнейшую ответственность, и почему сегодня нельзя не расслабляться и команду. То есть вот мы, видите, практически в круглосуточном режиме, перемещаясь и работаем нас. Вот в Братиславе мы просто несколько задержались, ну, не один день, одна конференция, потому что здесь очень сегодня партнерами разработана программа очень серьезная. То есть мы сейчас расскажем, Алексей поделится еще, потому что все-таки все переговоры были англоязычные, а я хоть и понимаю, о чем идет речь, но все-таки, ну, скажем так, Виктор и Алексей видели эти переговоры именно на английском, там, частью на французском языке. Молодежь себе может этого позволить. Я, к сожалению, со слабым владением больше выступал на этих встречах в роли оператора, то есть я транслировал это через перископ, поэтому, в принципе, я тоже был в пределе, и я могу сказать, что на всех этих встречах мне роль тоже определенная отведена. То есть мы встретились с деканом технического университета, и дальше сегодня в 16 часов встреча будет с министром транспорта Братиславы. Здесь я вам не могу обещать, разрешат нам транслировать или нет. Если будет возможность, мы, конечно, прямую трансляцию в перископе сделаем. Если нет, попробуем записать. Если нет, то все-таки это чиновники высокого уровня, поэтому тогда с ними мы покажем, как мы входим в кабинет, потом при выходе из кабинета поделимся с вами в перископе впечатлениями о только что составившейся встрече. Завтра, послезавтра у нас также расписан график встречи. У нас прилетает уже прям сюда, в славу, ряд очень серьезных, потенциальных крупных инвесторов, крупнейших инвесторов, которые рассматривают инвестиции уже и в Словакии, и в Европе, и в Азии на десятки миллионов долларов. И мы здесь уже будем проводить ряд переговоров. Как раз Виктор Бабурин, как именно заместитель генерального директора, полномочия навести переговоры. Мы, как структура, который готовит подготовительную работу и готовит все эти встречи, то как раз мы надеемся, что это тоже будет ряд результатов очень серьезных. И вот мы еще завтра, послезавтра, а по-моему даже и субботу, и воскресенье, мы еще будем здесь, в Братиславе, потом этот марафон дальнейший продлится. Через неделю, по-моему, у нас очередная будет встреча в клубе инвесторов в Германии, в Бензальсвене, и это под Ганновером. Алексей, с кем мы собирались туда идти, у него, к сожалению, не получилось так быстро оформить немецкую визу, поэтому мне опять придется ехать туда одному. Такие встречи у нас будут там каждый месяц, месяц, примерно 23-24 числа. Мы с Алексеем тогда установим дежурство, на следующую встречу с инвесторами полетит уже Алексей, потому что очень важная просьба наших немецких друзей регулярно проводить встречи с инвесторами, потому что там собирается 50-100 человек, это каждый раз практически новые инвесторы, которые следят за проектом, которые рассматривают возможности входа. И сейчас, после моей первой поездки в Германию, результат очень серьезный, пошли активный приход немецких инвесторов, и физически приходят, регистрируются, люди интересуются проектом, и уже пошел существенный прирост инвестиций, инвесторов, потому что немцы очень прагматичны, и для них, если очень грамотно, четко доведена информация, то они инвестируют в несколько проектов сразу. И у них логика такая, что никогда не инвестировать в один венчурный проект, они инвестируют в несколько, и если доходность от одного проекта в течение 3-5 лет покрывает все остальные инвестиции, то в общем работа это удовлетворительная. И сегодня нас рассматривают как серьезный проект, в который хотят инвестировать. И естественно, что пока мы ориентируемся на русскоязычных немцев, их там 2 миллиона, и это очень серьезная активная сила, но постепенно сейчас мы уже начинаем работать и на сайт, и на материалы для переведения на немецкий язык, и на личный кабинет, и все то же самое, работа уже непосредственно на именно немецкоговорящую аудиторию. Также мы готовим результат моей поездки в Германию, сейчас работу по Франции, вот это Алексей больше готовит, у него сегодня также родилась интереснейшая идея по работе с университетами, об этом он сам расскажет. И просто могу сказать, что друзья, вот уже свое впечатление от таких встреч. Так, что я говорил со Словакии, Братислава, столица Словакии. Словакии, да. Может быть. А я, друзья, как сказал, Словения? Ну, наверное, потому что, друзья, с таким количеством городов, стран, которые сейчас мелькают, понимаете, так сказать, просто иногда уже, когда утром просыпаешься, надо сначала вспомнить, в каком ты сегодня городе находишься. И, опять же, друзья, то, что мы сегодня делаем, и вот эта интенсивная работа, она направлена, еще раз повторюсь, для того, чтобы не снижались темпы прихода новых инвесторов, не снижались темпы прихода инвестиций, потому что очень важно, друзья, сейчас, вот в этот летний период, период отпусков, период снижения деловой активности, это всегда было в системе и сетевого маркетинга, и в системе МЛМ, и просто доведение информации, потому что люди разъезжаются по отпускам. Мы как раз наоборот, друзья, и вся работа показала, причем мы проводили конференции и в рабочие дни днем, и в рабочие дни вечером, и в выходные дни, когда, казалось бы, дача и так далее. Везде всегда, друзья, есть интерес, всегда приходят люди, это всегда сотни людей, и следующий цикл, который мы будем проводить конференции, уже такой интенсивный, это середина августа, мы в Казани уже планируем конференцию на тысячу человек, в Братиславе уже планируем конференцию на тысячу человек, ну, Магнитогорск и Челябинск, как всегда, отстают, они берут пока планку 500-600 человек конференции, но тем не менее, друзья, это все равно рост прихода инвесторов, рост интереса, поэтому в следующей планке мы будем поднимать этот вопрос, то есть в Казани нам зал позволяет сейчас проводить конференции до полутора тысяч человек, и я думаю, что в следующей конференции мы как раз эту планку поднимем и проведем, и сделаем. Поэтому, друзья, мы всегда чувствуем вашу поддержку, это общая наша работа, и почему мы сейчас, благодаря перескоку, делаем его более открытым, и для меня даже самого очень интересно, то есть вот эти рабочие встречи, которые идут, казалось бы, что такого, Бабурин обсуждает с профессором транспорта технического университета проблемы с Кайвея, но, друзья, тот, кто понимает английский язык, это для англоязычной аудитории, или для тех, кто понимает и может для себя оценить уровень эксперта на уровне профессора транспорта технического университета, это, друзья, очень серьезный профессиональный разговор, и это уже постановка задачи. Ну и в завершение, прежде чем передать слово Алексею Суходоеву, я могу сказать, что работа идет традиционно, эффективно, то есть у нас сегодня, прямо на встрече РДИОСА, даже не один, а несколько адресных проектов, которые мы обсуждали, мы сегодня уже обсудили вопрос по взаимодействию университетов Братиславы, Вены, Будапешта, именно технических университетов, которые могут выступить инициаторами сегодня именно научного заказа на новую транспортную инфраструктуру. Сегодня уже предлагались, мы обсуждали это с деканом Департамента транспортно-технического университета, возможности уже применения локальных возможностей СТИУ. Это тоже, друзья, эффективная работа, которая рождается здесь. Тут уже писали, мы анонсировали, что будем подписывать соглашение с деканом, но прям по ходу работы мы все-таки пришли к выводу, прям, друзья, это было в прямом эфире, вы, кто присутствовал, могли посмотреть, когда тут же обсудили и решили, что все-таки уровень декана это не совсем уровень компании Skyway, что все-таки надо подписывать с соглашением, хотя это была инициатива наших партнеров, и мы нисколько не возражали, что давайте подпишем с деканатом, то есть мы будем давать информацию, то есть у нас это был такой, скажем, дружеский обмен, но все-таки пришли к выводу, что надо повышать уровень, что надо подписывать с ректором, что надо в эту работу вовлекать еще технические университеты, и прямо у нас сегодня на глазах родился следующий шаг, что мы уже проведем совместную встречу, или, скажем, такой научный коллоквиум уже между техническими университетами, и создадим уже такое научное направление, мы как научная школа, инженерная школа Юницкого уже дадим концепцию, и будем привлекать уже в научном мире сторонников работы. Поэтому это, друзья, уже все в прямом эфире, это рождается все прямо на ваших глазах, и это серьезнейшая работа, которую мы сейчас делаем, и ради которой мы сейчас здесь, в Братиславе, ради которой мы проводим такое огромное количество времени в перемещениях. Я вот меньше, чем за неделю уже побывал более чем в 20 городах, вот, это постоянные переезды, пересадки, и я стараюсь любой момент использовать, чтобы встречаться с партнерами, то есть даже если у меня два часа, как вот, два часа в Минске, я просто Анатолию Дуаровича попросил, что Анатолию Дуаровичу настолько быстро, это вот если бы мы могли уделить время, очень много вопросов, которые мы прямо на ходу встретились с Виктором Бабурином, Анатолием Дуаровичем, мы прям при пересадке моего самолета на поезд через два часа, ну, поужинали заодно, пообщались, все, поехали дальше, Анатолий Дуарович поехал, он сейчас проводит большую научную конференцию с президентом Академии наук Крыма, тоже научное сообщество, потому что очень важно сейчас, друзья, что наука повернулась и к нам, не то, что повернулась, а сегодня те, кто находится на передовом острие науки, они видят в нашем техническом проекте именно действительно очень важную составляющую, вот у нас на конференции в Екатеринбурге был профессор Уральского университета, который занимается моногородами, занимается проблемами транспорта, и он прям, он говорит, друзья, я наконец-то от вас слышу то, чем я занимаюсь всю жизнь, там, 40 лет, и вот наконец-то начинается воплощение, наконец-то начинается вот такая работа, о которой мы вот так долго говорим, то есть это, друзья, крайне важно, крайне необходимо развивать и делать дальше. Поэтому Виктор Вопурин также работает сейчас в очень интенсивном режиме, и, как я уже говорил, что так как он свободно владеет английским языком, то задача у него в плане общения международного уровня, он прям отсюда, из Братиславы, вылетает в Минск, там ряд у него обязательно вопросов надо решить, и в этот же день вылетает в Танзанию, в Африку, вот сейчас он с прививками ходит, там, от какой-то африканской лихорадки, вот, поэтому не может позволить себе даже выпить маленький бокальчик очень вкусного здесь пива, вот, но это, друзья, плата за вот то, что сегодня происходит. И будет у него расписан интенсивнейший график встреч в Танзании и с первыми лицами, и с руководством, и с министрами транспорта в Восточной Африке. Причем, друзья, очень важно для нас сейчас уже, для всех, что рекомендацию на эту встречу, и вообще эту встречу организовал МИД Белоруссии, то есть это официальная поддержка властей Белоруссии, которые рекомендовали в Танзании, которые рассматривают транспортную концепцию развития всего Восточного побережья Африки, именно транспортную технологию Юницкого, как белорусскую технологию. Для нас, друзья, это очень важно, это поддержка уже на государственном уровне, там, где мы сегодня находимся, в Марьиной Горке, в Белоруссии. Поэтому это в преддверии, мы это рассматриваем, я Виктору как раз, он очень волнуется, но, как вы в прямом эфире видели, он великолепно ведет переговоры с инвесторами. Вчера он говорил настолько высокопрофессионально и абсолютно доходчиво и убедительно отвечая на вопросы. Он проводит переговоры с крупными инвесторами, сегодня с техническим университетом, хотя он говорит, я в технологии разбираюсь не так, но я могу сказать, друзья, что с профессиональной точки зрения, Виктор очень достойно представляет сегодня технологию инженера Юницкого. Поэтому мы абсолютно уверены, что в Африке, в Танзании на переговорах и с первыми лицами, и с министрами транспорта Восточной Африки, он представит и вернется оттуда, и расскажет, и привезет обязательно и адресные проекты, и заказы, и инвесторов, которые будут входить, и в конечном итоге проект развития Skyway теперь уже на африканском континенте. И здесь, друзья, можно сказать, что у нас активнейшее идет развитие сейчас на австралийском континенте, и партнер, товарищ, и, в общем-то, можно сказать, личный друг Юницкого, Ротхук, сегодня активно развивает, сделает, и, как Виктор на конференции вчера сказал, что когда Ротхук улетал, и говорил, что когда в сентябре он прилетал прошлого года, ему казалось, что он о Skyway знает все, а это, друзья, все-таки бывший начальник департамента транспорта Южной Австралии, это человек, который участвовал в политике, в выборах сегодняшнего главы государства Австралии, это человек, который возглавляет инвестиционную компанию, через которую инвестировано в инфраструктурные проекты более 12 миллиардов долларов, то есть это высокопрофессиональный человек, так вот, он, уезжая отсюда, сказал, что я тогда даже не знал 10% информации о Skyway, а сегодня я знаю, но это все равно, я понимаю, ничтожно мало по сравнению с тем, что вы сегодня делаете. Вот это, друзья, оценка профессионала, высокого профессионала, и уже не просто профессионала, а серьезного партнера Skyway. И поэтому, когда мне начинают звонить или говорить, или я встречаюсь по просьбе наших активистов, наших партнеров с такими так называемыми инвесторами или профессионалами, которые говорят, я тут три года слежу за вашим проектом, и что-то у вас там ничего не меняется, друзья, у меня с такими полтунами просто нет желания общаться, я сразу говорю, знаете что, если вы утверждаете, что вы привлекаете деньги, говоря вот такие фразы, по мне жалко тех людей, которые вам эти деньги доверяют, потому что для меня высокопрофессиональный подход, это ротхук, это полгода изучения проекта, когда он получил от наших активистов информацию, потом это выход на Skype с людьми, кто общается давно в проекте, это Алексей Суходуев, Виктор Бабурин, потом общение с Юницким, потом первый прилет из Австралии, друзья, потом изучение информации, потом второй прилет уже с экспертами, заказчиками крупнейшей строительной компании, которая строит самый высокий небоскреб в мире, и вот эксперты этой компании прилетели вместе с Родом Куком для того, чтобы провести экспертизу и ответить на все вопросы. Вот это, друзья, профессиональный подход, и когда такой человек говорит, что уважаемый Анатолий Юницкий, я преклоняюсь перед вашим гением с точки зрения инженерии, поэтому это, друзья, стоят слова дорогого. А когда какой-нибудь лысый кренди в интернете начинает говорить, я тут полистал Юницкого, и у меня есть ряд вопросов, понимаете, это, ну, давайте не будем уделять внимание всякого рода болтунам, но надо делить сегодня на тех, кто просто болтуны и изображают из себя профессионалов, и действительно профессионалов. И в завершение, передавая слово Алексею, я могу сказать, что интенсивность переговоров сегодня и по приходу крупных инвесторов сегодня только увеличивается. Мы постоянно, каждый на своем уровне, ведем эти переговоры. Естественно, задача конечная – это подготовить переговоры президента группы компаний Анатолия Даровича с заключением уже конкретно, и договоров, и контрактов, и строительства, и выход. И в ближайшее время, друзья, вы просто будете видеть вал таких новостей. И сегодня, вот, мое выступление на вчерашней конференции, просто мы все под впечатлениями, оно строилось с логики, скажем так, научного подхода, то есть моя задача всегда – это показать научность, глобальность, системность того проекта, который мы делаем. А Виктор Бабурин, как юрист, как человек, который в проекте с самого начала, именно с точки зрения краудинвестинга и построения сегодняшней системы, он сделал блестящий доклад, который показывает всю хронологию за три года. И здесь, друзья, не то, что не остается, а просто люди, которые говорят, «Мне это не впечатляет» или «Мне это неинтересно», ну тогда вопрос, друзья, тогда, либо вы недалекий человек, либо, когда вы говорите, что «Мне интересно заработать денег», то ваша задача – это пойти куда-нибудь в другое место, где гарантированно вам дадутся вашу работу, допустим, подметание улиц, вы получите свое гарантированное вознаграждение. То, чем мы занимаемся сегодня, – это работа высокопрофессиональных людей, которые разбираются в технологиях, которые могут понять, о чем мы делаем, которые могут проследить хронологию, то есть, с чего начиналось три года назад и что мы сегодня делаем. И самое главное, друзья, оценить значимость того, что сегодня происходит. Если вы не в состоянии это делать, значит, друзья, ни о каких инвестициях в технологические проекты, ни о каких инвестициях в венчурных проектах, да и вообще ни о каких инвестициях с вами разговаривать нельзя, и куда бы вы ни пошли, вы потеряете свои деньги. Это могу я сказать, друзья, абсолютно точно. Для всех остальных, кто в состоянии анализировать, кто в состоянии видеть, как развивается проект, для них то, что мы сегодня делаем, это крайне убедительно, это крайне серьезно, и к нам приходят, и сегодня мы ведем переговоры все с более-более серьезными и крупными инвесторами, и уже логика адресных проектов, которая начнется с октября, то есть, когда мы демонстрируем дело, она начнет развиваться. Естественно, что наша интенсивность работы еще более возрастет, потому что наша задача будет создавать все больше и больше количество адресных проектов, запускать, делать бизнес-планы, согласовывать с местными властями, с бизнесом развитие этих проектов, и мы сейчас абсолютно к этому готовы, мы подошли к этой работе, и сейчас фактически она уже начинается. Ну вот, друзья, я передаю слово Алексею, я думаю, что у него, как всегда, на те же самые события всегда есть свой взгляд, вот, причем очень интересный взгляд, он как непосредственный человек, и у него информации сейчас больше, потому что даже находясь на этих встречах, я все-таки выступаю в роли оператора перископа, а Алексей тот, кто ведет переговоры. Поэтому, Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно, немножко с другими наушниками я выступаю. Так, звук. Раз, раз. Нормально, да. Все хорошо, коллеги? Все замечательно. Приветствуем вас со Словакии, с Братиславы. Нет, мы находимся сейчас не в одной комнате, то есть в разных комнатах находимся. И буквально со встречи с университета, сразу, как говорится, с корабля на бал, прибыли, чтобы в оперативном режиме провести запланированный вебинар. Просим прощения, что для новичков вебинара не было, но будем считать, что именно включение в перископ было вебинаром для новичков. Коллеги, мы сейчас на самом деле приближаемся к тому этапу, что вебинары для новичков, скорее всего, мы вот в логике, которую и закладывали. Мы запишем, когда будет время, ну хотя бы полнедели именно пребывания на студии, профессионально. То, что планировали Сергеем Анатольевичем, простыми словами, и я над этим буду работать. Вот именно что касается меня, я всегда приветствую критику и огромная благодарность Николаю Шубину, что поправил меня, иногда я говорю слишком сложно. То есть лучше говорить просто, как два рубля, чем заумно, технически. И я могу привести пример на ответ на вопрос, что такое струна. Не нужно, дорогие друзья, отвечать, что это предварительно напряженная, растянутая, закрепленная на концах анкерных опор для иностранцев на конференции, потому что они этого не поймут, либо переводчик не переведет корректно. И Виктор Бабурин вышел из ситуации замечательной. Этот способ буду использовать именно на иностранных презентациях. Кроме того, что необходимо сказать простым языком, он разорвал листок бумаги, соответственно, его натянул, и мы банально положили мобильный телефон сначала на натянутую конструкцию одной ширины, потом другой, и все, естественно, выдерживал. То есть это объясняет принцип именно струнной технологии. И вот к чему я это все говорю, на сегодняшний день мы подошли к тому этапу, что вебинары для новичков они не то что не нужны, но самым лучшим показателем является в первую очередь строительство, в первую очередь технология Skyway, в первую очередь основным гарантом, что не то что гарантом, а именно основной нашей уверенностью, что это все свершится, является Анатолий Эдуард Чуницкий. И сейчас на конференции, собственно, вопросы были, естественно, когда пойдет прибыль, про юридическую, финансовую схему, про IPO, всеми любимый вопрос. Но самое главное сейчас, дорогие друзья, выстраивать сеть адресных проектов. Я когда-то, когда начинал только вести вебинары с Сергеем Анатольевичем, по Фрейду так оговорился и ввел понятие сеть адресных проектов, вот сейчас мы действительно, коллеги, выстраиваем сеть адресных проектов. И то, что произошло в университете, это начало того очень важного алгоритма, который будет закладываться на весь Евросоюз. И пройдя путь, поехали, так скажем, пытаясь сделать адресный проект с коллегами, замечательной читой, семьей, Баклуниными. И мы вернемся к адресному проекту в Челябинской области. И, скорее всего, они будут делать этот адресный проект, потому что, собственно, есть связи в Челябинской области. Я буду именно как человек, который ведет переговоры и так далее. То есть нет необходимости, и это понимает и головная компания, заниматься всем и сразу, одному человеку, двум людям. То есть всегда должна работать команда. Это очень важно при построении нашего бизнеса. И вот тот материал, который я листаю сейчас фоном, это очень важный материал. Для тех, кто не в курсе, я его скомпоновал, буду обновлять. Сейчас наверняка появились новости, новые фотоотчеты со строительства. Я буду прямо в ручном режиме обновлять, потому что самое лучшее доказательство сегодня для новичков – то, как ведется строительство, то, как происходят переговоры и то, куда мы идем, какой вектор развития. А самый главный и ближайший вектор развития, дорогие друзья, это Берлин. И сегодня на подписании мы говорили, что возможно необходимо подписать данный меморандум по сотрудничеству в Берлине, но на самом деле все складывается наилучшим образом. Сейчас не то, что даже человек, который всего лишь 10 месяцев работает в СТУ, то есть не в струнных технологиях юнитского, а СТУ – Slovak Technical University. То есть это Словацкий технический университет. И на самом деле, дорогие друзья, это совпадение, к которым мы с вами абсолютно привыкли. Даже Виктор Бабурин сейчас понимает, что он скептически относится к таким вещам, и это правильно. Я очень сильно счастлив и рад, что именно представители головной компании отвечают всегда по конкретике. Если у нас с Сергеем Анатольевичем задача показывать и немножко футурологию, и то, как изменится мир, и наше мнение. То есть мы немножко можем отходить в сторону. Хотя вот что от Виктора Бабурина стоит брать – это говорить по конкретике, четко, кратко и ясно. Это действительно тоже очень серьезная аргументация. То есть не нужно распыляться на юридические вопросы. Есть четкие ответы. И есть так или иначе инвестиционный меморандум, есть так или иначе юридические вебинары Виктора Бабурина. И там, в принципе, все ответы есть. Так вот, то, что произошло сегодня в университете, я вот немножко расскажу свое видение именно по поводу встречи с деканом. Декан, понятно, что он находится под влиянием бюрократической системы, и все процессы должны согласовываться ректором. Это правильно. Хотя было огромным удивлением для наших партнеров, которые готовили меморандум о сотрудничестве, что они не берут на себя ответственность в подписании. Но, собственно, это правильно, потому что, представьте, будет согласование не на уровне деканата кафедры транспорта Словацкого технического университета, а на уровне ректората. То есть есть такой wish, will, то есть желание. Есть желание сотрудничать и понимание, что эта технология нужна Словакия. И на самом деле Словакия – это будут наши первые шаги к созданию алгоритма по сети адресных проектов. Если сейчас мы уже приступили и создаем, инициировали, и поступательно двигаемся к развитию, к дальнейшему строительству, и при текущих этапах, на самом деле, в течение 8-9 месяцев адресный проект в Австралии может быть реализован, если все будет по плану. И на самом деле, вот сегодня отрабатывается алгоритм, каким образом входить в европейские города. Будет, я думаю, получено положительное заключение, как в свое время было получено от MBM, то есть независимой консалтинговой крупнейшей организации по инфраструктурным проектам Австралии. И это в значительной степени помогло роду Хуку развиваться и, собственно, инициировать адресный проект, получить поддержку. И начав адресный проект в университете Флиндерс, то есть небольшой адресный проект уже зацепится, так скажем, за серьезные проекты по освоению месторождений. Мы обсудили, сначала обсуждали один адресный проект городского применения в одном из городов спутников в близлежащем городе к Братиславе. И не будем раскрывать название этого города, то есть возьмем пример именно с Виктора Бабурина, с представителями головной компании, общаться уже по конкретным именам, по конкретным городам при конкретике. То есть, но адресный проект будет обсуждаться сегодня с министром транспорта Словакии. То есть, Братислава – это столица Словакии, поэтому, собственно, министр транспорта не отдельного города, а всей Словакии. И что очень важно, что здесь, опять же, применяется метод и момент сетевого построения нашего бизнеса, потому что министр транспорта, вот вы видите, замечательного человека, Прантис Экс Солар, Солар – это замечательный действительно человек, который полностью погрузился в проект, вот справа второй, на фотографии. И этот человек лично знает, банально, лично знает министра транспорта. Соответственно, задавали вопрос в Екатеринбурге, каким образом использовать, допустим, землю, давайте сделаем какой-то адресный проект. Друзья, мы уже перерастаем и вырастаем из той стадии, когда мы пытались делать, бежать впереди паровоза, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, мы абсолютно с ним согласны, не нужно этого делать. Мы попытались, у нас не получилось, а не получилось, потому что делать нужно профессионально и с профессионалами. И вот как раз Франтис Экс – это человек, бизнесмен, имеющий свою металлургическую компанию, он был организатором вот этой конференции. И я зашел уже буквально с самолета на конференцию, когда я зашел и увидел эту аудиторию, всего присутствовало 260 человек, из них где-то 50 новичков. И люди были из Канады, люди были из США, был синхронный перевод, люди сидели в наушниках, кому-то венгерский перевод. Замечательный наш коллега Поня Чаба переводил на венгерский. То есть это конференция, организованная действительно профессионального уровня, как и должно быть в Skyway. Нас по-другому не может быть. И мы должны всегда стремиться к качеству. И я хотел бы сагитировать тех коллег, именно европейцев наших в Эстонии, в Литве, Латвии, стремиться к проведению таких вот именно масштабных уже конференций, потому что это показательный уровень, это массовость и это привлечение интереса новых сторонников проекта Skyway. Дорогие друзья, это очень важно. Так вот, когда я зашел, у меня было мнение, что не 260 человек, а что 400 человек. Вы видите, вдали люди стоят, огромная динамика движения, то есть люди входили, выходили, обсуждали. Огромное количество вопросов, правильно заданных. И самое приятное, что люди, так скажем, студионный рынок, как говорят наши словацкие коллеги, то есть холодный рынок, также желают люди, которые абсолютно не знакомы с технологией, они, не зная о проекте, пожелают здесь участвовать, как только дадут информацию. И те переговоры, которые мы сейчас провели, тех коллег, которых мы приобретаем, и тот поиск рода Хука, но уже в Словакии и в тех других странах, в которых мы будем присутствовать и проводить переговоры, схема отрабатывается, схема понятна, проста и пошагово. И по этим шагам профессионально мы будем инициировать и создавать действительно на уровне, на качестве и действительно не пробежав впереди паровоза, те адресные проекты, которые будут иметь потребность тот или иной регион, где будут проводиться переговоры. Если вкратце про министра транспорта, то как нам сказали, что это не только участник бюрократической системы администрации, это серьезный бизнесмен, работающий в сфере энергетики. Не будем предсказывать, какие будут переговоры, но, на мой взгляд, будет как минимум интерес, потому что мы, как и на всех переговорах, финансовую составляющую не будем просить, мы будем говорить о нашем проекте и о потенциальном внедрении проекта в Словакию. И на самом деле ситуация обстоит коренным образом, потому что буквально от нашего отеля ехать недалеко, так скажем, до технического университета, мы ехали минут 30, в пробках сильных не стояли, но в городе, в котором планируется обсуждение, в городе Спутники, там огромная проблема по пробкам, потому что требуется строительство проспектов, так скажем, на втором уровне и связи по прямой тех загруженных районов, которые на сегодняшний день действительно погибают просто в транспортном коллапсе и задыхаются от транспортных пробок. И также обсудили адресный проект по грузовому направлению, причем он родился внезапно. Тоже конкретику мы не будем говорить, но можно приоткрыть немного завесу тайны, эта фабрика будет одного из ведущих автопроизводителей. И если из крайних новостей, я могу сказать, что автопроизводители понимают, в каком тренде все развивается. Недавно BMW и Intel подписали соглашение, что будут разрабатывать интеллектуальный автомобиль, автономный, без управления человеком, BMW и Intel. Могли бы вы подумать об этом, допустим, лет хотя бы пять назад, что компьютерная корпорация и автомобильный концерн будут сотрудничать. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, дорогие друзья, что они движутся немножко неправильной логики, они движутся на первом уровне. двигаться нужно на втором уровне. И как раз таки замечательно, что этот тренд на сегодня недооценен теми крупными автопроизводителями. Они не смогут перестроиться на самом деле. Сложные, неповоротливые системы, корпорации на уже такой традиционный мобильный транспортный рынок второго уровня. Это будет действительно очень сложно. И как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий в своих видео, что мы действительно можем обогнать всех и навсегда. И мы это сделаем, самые интересные, дорогие друзья. И, собственно, подытоживая, я могу сказать вот по поводу схемы, которую говорил Сергей Анатольевич. Действительно, в голове у меня родилась схема. И я долго думал, у меня есть связи с Францией, очень серьезные. И я думал, как подойти, потому что попытка будет одна, максимум две, к одному из руководителей международного направления моего университета, где я учился с конкретикой. И сейчас я понимаю, по какому алгоритму можно действовать. И попытаться, ну что пытаться, выйдем, выйдем на потенциальный рынок французских адресных проектов. И дорожная карта, вот она, рисуется, дорогие друзья, на наших глазах. И все шаги мы сегодня проходим в первый раз. Но потом, самое интересное, вот эти вот адресные проекты будут действительно развиваться дубликации, штамповаться, штамповаться профессионально. И в этом и заключается, дорогие друзья, наша с вами будущая прибыль, наши с вами будущие дивиденды. А ни в коем случае не только от выхода на публичное размещение акции, это уже больше как процесс будущего, который затратный. Мы его также обязательно будем делать. Но давайте сперва сформируем сеть адресных проектов, начнем генерить эти проекты, привлекать туда действительно уже серьезные крупные инвестиции, заинтересованных инвесторов в различных стран, регионах. И, соответственно, потом уже это будет способствовать росту стоимости наших инвестиций. И, опять же, повторюсь, то, что когда-то стоило несколько тысяч рублей, может стоить очень и очень, как говорит Сергей Анатольевич, мне нравится это слово, без конкретики, но с конкретикой более чем конкретной. Это будет стоить как минимум много. Вот на этом, дорогие друзья, наше включение со Словакии хотел бы подвести к завершению. Мы будем готовиться сейчас уже ко встрече с министром транспорта. И вот на таком уровне хотелось бы, чтобы конференции и проходили. То есть спикеры приезжают, мы с удовольствием пообщаемся с любым уровнем, любых чиновников, предпринимателей и так далее. Но на данной стадии хотелось бы уже, чтобы по конкретике не просто объяснить о проекте. И я напоминаю всем. В ближайшее время Skyway Capital подготовит мощный инструмент по берлинской конференции. То есть будет лендинг. И те люди, которые действительно заинтересованы увидеть это живую подвижные составы городской пассажирский и юнибайк на берлинской конференции и потенциально являются средними крупными инвесторами, либо реально подчеркиваю, реально могут подписать какие-либо меморандумы о сотрудничестве, которые будут интересны и той стороне, и стороне головной компании. То пожалуйста прорабатывайте этот вопрос, начинайте прорабатывать уже сейчас, потому что это наше развитие. И вот что происходит сегодня, ну собственно на наших глазах рождается схема мощного движения на крупном, корпоративном, серьезном, профессиональном уровне по формированию сети адресных проектов уже на территории Евросоюза. Потому что строй Skyway, спасай планету, дорогие друзья, и дай дорогу мир Транснету. Кто, если не мы. Всем счастливо, Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Как вы видите, я с большим удовольствием вчера, честно могу сказать, прослушал и выступления Виктора Бабурина, и Алексея, и Франциск выступал. Очень профессионально он ведет каждую неделю по две презентации. И я могу сказать, что это высокопрофессиональные люди, и когда они доносят так информацию, в общем, ну и вы видите, так сказать, я с большим удовольствием сейчас с Алексеем слушаю его выступления, потому что многим вещам даже начинаю я сам учиться. Вот, потому что, видите, молодая, молодая, талантливая молодежь уже зачастую Виктор с Алексеем уже меня начинают в чем-то критиковать. Здесь я же так не сказал, здесь так я не это самое. Ну, приходится, друзья, терпеть, потому что, видите, молодые выросли, теперь уже начинают указывать, что мы не совсем молодые уже делаем. Поэтому, друзья, это, конечно, здорово. Когда вот в каждом городе сейчас, друзья, это есть высокопрофессиональная, именно горящая команда Skyway. Вот, мы сегодня в каждом регионе, у нас уже все расписано. И в Казани мы общались и с администрацией президента, и Алексей Романов, я его специально присутствовал на всех переговорах. И мы договорились о том, что официальная делегация Казани поедет на, уже 41, наверное, по счету делегация, которая поедет на фестиваль в октябре, именно представлять и смотреть технологию. Мы договорились уже о встречах там на уровне премьера, президента Казани, адресных проектов. Вот, и познакомились с крупнейшими, договорились с крупнейшим бизнесом в Казани, который также заинтересован и рассматривает проекты. То же самое, друзья, было и в Екатеринбурге, хотя у меня там по времени было прям совсем, мы приехали к конференции с Алексеем, то есть у нас опять, как всегда, завтракали в Челябинске, кофе пили в Екатеринбурге, ужинал я потом в Москве, на следующий день уже в Минске. И вот это вот, как бы, везде встречи, друзья, везде уже подключаются персональные встречи с крупным бизнесом. Интересная история, тут я в Екатеринбурге первый раз уже увидел, мы это с Анатолием Дарчим уже даже пообсуждали, что у нас начались уже такие истории, когда наши последователи, партнеры проекта SkyWay уже продают машины, покупают акции. Вот, естественно, что мы это не одобряем, и Анатолий Дарчим сказал, что неправильно сейчас это делать, когда люди последние там деньги, сбережения продают, покупают акции. Но это показывает уже, что есть такого уровня, ну, скажем, верующие в проект и преданные люди. Вот, но здесь, друзья, я сразу оговорюсь, и мне очень импонирует подход немцев. Мы очень много сейчас общаемся с немецкими инвесторами, пока с русскоговорящими, потому что, ну, у меня вообще по-немецки ни одного слова нету. Если по-английски, вот я сегодня участвовал в переговорах, я во всяком случае 90% понимаю смысл, о чем говорят, и в общих чертах, если с небольшим переводом я участвую в процессе, то с немецким вообще. Так вот, друзья, у немцев очень прагматичный подход. Они изучают все проекты, они понимают, что заработать можно только в высокотехнологических рисковых проектах, и есть риск потерять, но они всегда подходят, что надо инвестировать в несколько проектов. И если несколько проектов инвестируются, то один дает прибыль во всем. Естественно, что, друзья, я находясь внутри проекта SkyWay, и человек, который занимается уже более 15 лет проектом, естественно, что я буду говорить, что приходите только к нам, инвестируйте только в нас, инвестиции в Hyperloop, допустим, или инвестиции сегодня в SkyTran, это с магнитной левитацией, что это ошибка. Но, друзья, это я сейчас говорю как человек, который находится в проекте, который агитирует за проект. Но с точки зрения профессиональных инвесторов, которые задают вопрос, а где гарантия, что вы правы? То есть единственная гарантия – это, естественно, только испытание. И поэтому сегодня, подходя к этому, мы все-таки говорим, что, друзья, SkyWay – это 100% венчурный проект. То есть вы можете в любой момент 100% потерять свои деньги, потому что риски сегодня очень велики. И мы с вами в сентябре, в октябре продемонстрируем технологии, мы снимем технологические риски. То есть не будет вопросов, а есть технология или нет. Будет очевидно, что технология есть, она очень эффективная и очень нужна. Но при этом возникнут политические риски, потому что мы входим в рынок инвестиций, перераспределение инвестиционных ресурсов. Это влияние на развитие целых континентов, а это большая геополитика. И мы начинаем играть. Мы входим в конкурирующие рынки, где начинается конкуренция и за технологии, то есть кто будет развивать территории, и за инвестиции, кто эти деньги будет осваивать. Это, друзья, очень жесткая конкуренция, очень серьезная конкуренция, очень опасная конкуренция. И естественно, что мы всех рисков здесь снять не можем. И мы говорим, да, мы убираем для меня лично технологического риска не было на протяжении последних 15 лет. Но для многих это неочевидная вещь. И сегодня мы подходим к тому, что мы снимем эти риски, но возникнут новые. Потому что вы помните историю была с Литвой, когда мы сначала считали, что нам повезло, что мы туда вошли, выделили землю и включили в Евросоюз, программу Евросоюза. Потом из-за русофобии Юницкого объявили шпионом, мошенником, вором завели уголовные дела. Мы вынуждены были уехать все из Литвы. И сегодня судимся с правительством, с банками о том, что еще заморожены деньги инвесторов, которые на тот момент пришли. И мы абсолютно уверены, что мы выиграем эти суды, так же, как выиграли суды в Белоруссии с жуликами и с мошенниками, которые пытались показать, что строительство полигона в озерах было не командой инженера Юницкого, а непонятно какими людьми, которые там, не знаю, кто-то мусор убирал, как привезли свидетеля, а кто-то под ЗИЛом стоял, убрав фотошопе Юницкого. Это, друзья, просто мелкие жулики, суды с которыми сейчас выигрываются. И чистота сегодня, юридическая чистота и технология, именно авторство закреплено за Юницким, Верховным судом Белоруссии. И как результат, сегодня уже, я тут в чате смотрю, обсуждается, что Виктор Бабурин, который летит сегодня встречаться с руководством Танзании и представляет белорусскую технологию Skyway. И как белорусского ученого, который родился в Белоруссии, друзья, у меня никаких не вызывает негативность, наоборот, у меня вызывает гордость, что эту технологию сейчас называют белорусской. И что, друзья, я к этому отношусь очень хорошо, потому что Юницкий родился в Белоруссии, и Марину Горку мы выбрали, и она у нас сегодня является основным центром Skyway тоже в Белоруссии. Не в России, друзья, под Москвой, где спилили полигон в озерах, не в Литве, в Шауляе, где премьер-министр и президент лично потребовали расторгнуть договор инвестиционный, а в Мариной Горке, которая сегодня уже рекомендует через МИД Белоруссии участвовать в группе компаний Skyway, как международные компании, участвовать именно в технологии. Одну секундочку, друзья. Так, друзья, так как у нас походные условия, я писал за кадром, что у нас Виктор Бабурин за кадром, он тут был еще на одной очень важной встрече, я могу сказать, наверное, самой важной за сегодня. Пришел, как видите, довольный, значит, встреча, друзья, удалась, поэтому давайте, у нас Алексей уже выступил, 152 человека были для этого всего. Да, Виктор, передаю слово прямо со своего стула, друзья, так что... Добрый день всем, да, у нас сегодня вот такой уже еще более активный день, чем вчера, он в самом разгаре, я думаю, Сергей Анатольевич вам уже рассказал более подробно, и Алексей рассказал, да, то, что и вчера у нас было очень такое большое и серьезное мероприятие, человек на 300, да, где-то 250, примерно, ну, где-то около того. И 100 в перископе, да. Вот, сегодня у нас было первое, значит, знакомство с нашими будущими партнерами Славянского технологического университета в Протиславе, вот, это будет такое новое совершенно направление, которое нам поможет в Центральной Европе продвинуть проект, вот, ну и сегодня еще у нас будет ряд таких совещаний интересных, пока я... А, вы уже, да, понятно, тут я только один под соглашением конфиденциальности, а все остальные рассказывают все как надо, понятно. Вот, ну и, значит, 8-го завтра я отсюда улетаю, 9-го я буду в Минске, и 10-го, это в субботу я улетаю уже через Дубай в Дар-эль-Салан, вроде так называется город. Это одна из двух столиц Танзании, там одна старая столица, другая новая. Вот, там будет 19-я восточно-африканская конференция, на которой, скажем, нас пригласили из Министерства иностранных дел в Беларуси, как представителя белорусского бизнеса. Вот, и там мы будем, скажем так, промотировать нашу технологию. Мне обеспечено там уже порядка 8 встреч, это Министерство промышленности, транспорта, энергетики, агентство инноваций, да, в Танзании тоже есть агентство инноваций. Вот, ну, посмотрим, как бы, противоречивая мне идет информация по поводу страны, что страна, с одной стороны, сложная и, как бы, большого выхлопа там ждать не стоит, с другой стороны, это, там говорится о том, что она за последние несколько лет там сделала очень мощный рывок вперед в, как бы, в области применения развития технологий. Я знаю, что Кения в Африке является такой, скажем, наиболее продвинутой страной. Ну, вот, посмотрим, как в Танзании обстоят дела. В любом случае, ездить надо, в любом случае, нужно получать опыт, в том числе, в распространении информации о технологии, не просто рассказывание, скажем, привлечения инвестиций, но и уже в продаже, в Skyway. Поэтому, в любом случае, этот опыт очень полезен, вот, и надо его выбирать, выбирать, выбирать дальше. Вот, я ярко, то есть, я тогда здесь думаю. Какая страна в Африке? Танзания. Вот, я думаю, что ни одна страна свою возможность не упустила. У всех стран есть шанс. Вот, все. Спасибо большое коллеге за поддержку. Мне очень приятно, я чувствую вашу поддержку каждый день. Вот, как вы мне дышите в спину. Вот, все будет, со всем разберемся. Все, да, дар эс-салам, все верно. Все, благодарю за внимание, я пошел. Все, друзья. Виктор, ты у себя в номере, да? Все, то есть, у нас, мы ведем сейчас наши вебинары с гостиницей. Так, извините, друзья, я каждый раз, когда одеваю очки, портится настроение. Первый год стал носить. Так что, вот, поэтому, друзья, видите, как в оперативном режиме мы идем, причем, что сейчас уже действительно радует, что мы с Алексеем довольно-таки грамотно сейчас и спокойно отстроили систему вебинаров и даже систему встреч. Сегодня, видите, отпланировано так, что мы встретились, потом у нас перерыв на вебинар. Сегодня, так можно сказать. Дальше, вот сейчас мы закончим, выезжаем уже в министерство встречаться, потом будет у нас вечерний вебинар. Обязательно мы его будем проводить, друзья, поездки поездками, война войной, а вебинары всегда по расписанию. Мы говорили, что мы их никогда нигде, ни в коем случае отменять не будем. Это часть очень важного доведения информации, это часть профессиональной работы, которую мы сегодня строим в Skyway, поэтому мы будем дальше проводить. Потом у нас сегодня, кстати, очень интереснейший, мы сегодня идем на презентацию, здесь проводится в Братиславе презентация Hyperloop второй технологии. Вот мы там участвуем, посмотрим просто как представители бизнеса, как мы не будем там везде, естественно, говорить, что мы Skyway конкурирующие технологии, но посмотрим на уровень презентации, посмотрим на как реагируют инвесторы, то есть, другими словами, конкурентов надо знать в лицо. И сегодня как раз Hyperloop уже заключил по соглашению с правительством и с руководством Протиславы и со Словакии о том, что они будут строить демонстрационный образец, то есть посмотрим, как это дальше будет развиваться, это уже такой важный момент. Завтра у нас встреча с рядом бизнесменов, серьезных людей, которые принимают решения в сфере транспорта. Почему очень интересный контакт сегодня в Словакии и мы именно с министром транспорта сейчас очень будем обсуждать многие вопросы, потому что буквально, наверное, с понедельника, насколько я понял, здесь сейчас идут большие торжества, здесь в Словакии вчера были там перекрыты все улицы, тут еще потому что Словакия возглавляет Евросоюз, то есть представитель Словакии сейчас Польша, то есть Туск, Дональд Туск возглавляет Евросоюз, в ближайшее время, то есть на ближайший год лидером Евросоюза будет представитель Словакии. И это очень важно, мы реально сейчас будем рассматривать по предложениям через вот то, что Алексей говорил, через технические университеты, то есть через увязку университетов Братиславы, Вены, Будапешта, именно вход в транспортную инфраструктуру Евросоюза, потому что проблемы есть, к Skyway, как я уже сказал, наука относится очень серьезно, они видят и они могут анализировать, что есть, и поэтому это тоже интересная работа, мы вот таким образом через министра транспорта и вообще, то есть через Словакию будем участвовать уже именно в стратегии Евросоюза, именно на сегодняшний момент планирование и как минимум будем доносить информацию, вот у нас сейчас предложение будет какое-то, что если вы сегодня работаете и заключили соглашение с Hyperloop, друзья, мы не отрицаем и не говорим, что это ерунда, давайте на таких же условиях, давайте на такое же мы с вами заключим соглашение и мы будем конкурировать с ними, для вас это только лучше, потому что вы выберете самую лучшую для вас, самую дешевую, самую эффективную технологию и зачем складывать все яйца в одну Hyperloop корзину, вот, можем еще предложить свои услуги и Skyway, поэтому это тоже, друзья, очень важный такой момент понимания и сегодня, вот как уже Алексей говорил, сегодня на встрече очень важно, что технический университет, выпускники которого разрабатывают и строят стратегию, соответственно, и вообще строительную, градостроительную, транспортную инфраструктуру, они понимают сложности, которые стоят сегодня перед инфраструктурой, они понимают, что сегодня, то есть мы очень обсуждали сегодня моменты о том, как применялись, сегодня пытались применяться автоматические грузовики, которые будут возить на небольшое расстояние огромное количество, то есть фактически в конвертном режиме, и как не смогли эту решить задачу, потому что есть законодательные проблемы, потому что полиция и ГАИ, ну это наши ГАИ, они не могут сегодня допустить, чтобы на улице даже хоть где-то было пересечение автоматического транспорта с пассажирским транспортом, потому что любой сбой в автоматике это уже угроза жизни, которая неконтролирована, и поэтому они сказали, что мы не можем сегодня допустить, чтобы там, где ходит общественный транспорт, личный транспорт, было пересечение с автоматическим транспортом, то есть Это надо решать на законодательном уровне. Законодатели сегодня очень жестко встали в эту позицию, что пока нет уверенности в автоматике, ее нельзя пускать сегодня на улицы, где есть общественный и индивидуальный транспорт. Естественно, друзья, все понимают, что это решение только может находиться в одной плоскости. Это развести по уровням и убрать контакты взаимодействия между автоматическим транспортом и общественным, личным транспортом. Соответственно, естественно, это эстакада, поэтому традиционная эстакада для традиционного тяжелого автомобиля – это дорого. Естественно, здесь возникает вопрос Skyway, который делает эффективную эстакаду, делает очень эффективный, дешевый, легкий подвижной состав и может решать именно те транспортные задачи, которые сегодня встают. На уровне технической постановки задач, то есть три теории решения изобретательских задач, наука это понимает, а мы как технология, мы как компания, которая реализует уже сегодня именно инженерные решения струнных транспорта Юницкого Skyway, бренд, который мы сегодня представляем, мы, конечно, друзья, уже участвуем в решении этих задач. И это будет дальше развиваться, будет делаться. Мы будем как раз через представительство, пока будут, скажем так, наши друзья, партнеры будут участвовать в выработке стратегии для всего Евросоюза. Естественно, будем им рекомендовать выступать с экспертами, консультантами для дальнейшей работы. Ну и в завершение, друзья, я могу совсем... За стол переговора. Ну, тут я могу сказать, у нас будет общение с министром транспорта и в официальной обстановке, и просто такое продолжительное общение, которое будет, ну, скажем так, позволит именно донести информацию. То есть все это у нас, друзья, будет. Вот, я надеюсь, что результат тоже будет очень хороший. И сейчас вот мы тоже... Виктор меня сейчас познакомил, делает, и мы изучаем, смотрим сейчас очень серьезный материал, который я не могу обойти. Это Маккензи, институт, мировой экспертный центр Маккензи. Мы очень много о нем говорили. Он является, скажем так, партнером, финансовым партнером сегодня того финансового центра, с кем мы сегодня разрабатываем стратегию, как дальше будет финансироваться и развиваться. SkyWay эта работа активнейшим образом идет. Вот, так, Маккензи выпустил новый доклад. Это ведущее аналитическое исследование. Я на него очень всегда ориентируюсь. То есть последний у них такой аналитический доклад был в 2012 году. Мы очень много оттуда взяли именно полезную аналитическую информацию, потому что это действительно лидер, мировой лидер анализов с точки зрения технологий, развития технологий, перспектив развития инфраструктуры. И сегодня, к сожалению, пока этот доклад не переведен на другие языки, кроме английского. Он появился только второй месяц, как он в открытом доступе. Виктор обладает возможностью сегодня изучать этот вопрос. Я через него, через его переводы. Но я могу сказать, что фактически, друзья, если здесь... Мы обязательно посвятим этому докладу и этому анализу еще не один вебинар, потому что это на сегодняшний момент, наверное, самый серьезный аналитический материал, который существует на Земле, в экономике, в экспертном сообществе. И как вывод могу сказать, что все выводы, которые в 2012 году сделаны сегодня более усилены, конкретизированы, все идут вокруг того, что необходимо создавать новую коммуникационную инфраструктуру. И в эту инфраструктуру до 2030 года будет инвестировано более 70 триллионов долларов. И это даст экономический эффект, то есть рост там около 170 триллионов. Это, друзья, как раз однозначно показывает ту перспективу, в какой рынок мы входим. И Skyway сегодня однозначно может утверждать, что мы являемся лидером с точки зрения входа и привлечения инвестиций. И мы как раз лидеры с точки зрения построения инфраструктуры. Что никакой другой технологический проект не может войти и не может сравниться по характеристикам со струнными технологиями инженера Юницкого. И это, друзья, утверждение именно инженерное. И здесь можно сказать, что то, что произошло за последние 25 лет и изменило жизнь, то есть интернет и, как мы его называем, пятый технологический уклад, он стал возможен только потому, что есть кремний, есть кремниевые интегральные микросхемы, которые стали основой электроники, которая позволила создать микроустройство, микроэлектронное устройство, который через радиоволну, которую моделируют через пьезоэффект кремний. Если бы не было возможности кремния, то этого создать не смогли. Это одно вещество, которое дало целое направление самой крупной отрасли сегодня в экономике. И сколько сейчас не пытаются создать заменитель кремния, то есть создать полимеры, либо искусственно выращенные кристаллы, которые обладают такими же свойствами, на сегодняшний момент эта задача не решена, а интернет существует уже 25 лет. Точно так же, друзья, предварительно напряженная стальная конструкция, та, которая сегодня называется струнный транспорт Юницкого, струнная коммуникационная система. Это то, что даст за счет, благодаря свойствам физического напряженного металла, создавать очень прочные именно бантовые конструкции. И сам рельс это как раз есть не что иное, как бантовая конструкция, но очень прочная и очень ровная. Соответственно, никакое другое решение сегодня не даст очень легкую, технологичную структуру для передвижения аэродинамически просчитанного и продутого сегодня уже в аэродинамических трубах. И практические результаты, которые сегодня получил Юницкий, они просто ошеломляют научный мир, потому что такого никто не мог предположить даже в теории. Я очень долго, не сказать, спорил, а мы общались с Юницким, и я говорил, что создать или получить коэффициент аэродинамического сопротивления меньше, чем 0,043 по оси ЦХ, это как раз тот показатель, который показывает аэродинамическое сопротивление движущегося объекта, невозможно меньше этой величины, потому что ее рассчитал Жуковский теоретически. И естественно, что ни одно тело не может даже приблизиться к таким показателям, аэродинамический коэффициент ЦХ сегодня лучшего спортивного автомобиля это 0,1. Но сейчас где-то там 0,07, может быть, только заявили в теории. А когда это превышает в разы, а соответственно, аэродинамика это основные потери энергетические передвижения. И когда Юницкий показал, что он при продувке превысил, то есть, наоборот, снизил коэффициент ниже теоретически рассчитанного Жуковским, друзья, для меня это было фантастика и шок, я думал, ошиблись в измерениях и в расчетах. Но когда все продули не один раз и подтвердили, что не просто 0,043, а там уже речь идет о 0,02 и даже 0,03. Друзья, для кого это непонятные цифры, я даже не буду настаивать и не буду объяснять. Но с точки зрения науки, друзья, именно большой науки, именно те, кому эти цифры являются ключевыми в показаниях именно эффективности транспорта, это, друзья, ошеломляющие цифры. И здесь я могу сказать, почему мы являемся лидерами, потому что никто даже близко не подойдет к таким показателям аэродинамики, даже близко. Соответственно, у нас это уже изготавливаемые действующие образцы, которые будут показаны в сентябре на выставке в Берлине, а в октябре мы их покажем, мы их уже увидим с вами, друзья, поочию на действующем образце, на действующей путевой структуре. Поэтому с этого момента можно сказать, что за три года мы с вами проделали огромнейший путь, мы подошли к демонстрации, и мы переходим просто в следующий год развития Skyway, то есть уже четвертый год именно существования в том бренде и в том виде, как мы сегодня двигаемся. Но это будет принципиально новый этап развития всего проекта. И здесь, я думаю, друзья, это каждый из вас, кто в проекте уже не первый день, а кто подсоединяется, значит, у вас есть возможность сейчас участвовать в том, что активно развивающийся проект, активно развивающаяся система, активно развивающийся бизнес. И здесь, друзья, как вы видите, уже, наверное, нет ни у кого сомнений, и те, кто следит за нашей работой, мы не для своего удовольствия, и мы не туристы, когда за неделю попыщаем по 20 городов и за меньше, чем за неделю проводим конференции, на которых участвуют уже полторы тысячи человек. Это, друзья, серьезная работа, мы серьезно доводим информацию, мы доводим о тех успехах и достижениях, которые создало конструкторское бюро, струнные технологии Юницкого, струнные технологии, команда, которая сегодня работает. И это, друзья, как раз показывает, обобщает то, что мы движемся, мы развиваемся, останавливаться мы не собираемся, и у нас всегда работает только горизонт целей, то есть мы достигаем одни цели, открываются горизонты, мы идем дальше, видите, Виктор уже сегодня очень спокойно говорит, что да, пригласили на Восточную Африку, мы сегодня едем, там будет встреча с рядом руководителей министров транспорта, там другие наши партнеры готовят уже встречу ему там с руководством в Винеи, это тоже, там еще там люди, которые сегодня подключаются, подходят и готовят встречи с крупным бизнесом, который участвует в этих проектах. Это, друзья, естественно развитие, и как мы всегда это говорим, и невозможно об этом не говорить, что если бы, вот здесь, друзья, идет, если, мы очень редко применяем слово, у нас сегодня в три смены, в 24 часа в сутки, 7 дней в неделю не шло строительство в Экотехнопарке, и мы каждый день видим этот счет, то очень много той работы, которую мы сегодня проводим, она была бы, мягко говоря, преждевременная, а если называть своим языком, пустой. И сегодня мы активно развиваем уже эту логику по строению сети адресных проектов, потому что идет строительство трасс юнибайков, действующих образцов юнибайков, поэтому все проекты связаны с юнибайками, они уже сегодня активно могут стартовать, потому что через три месяца это будет демонстрация. Все, что связано с городским воздушным метро, уже и в том числе со скоростными системами, и с грузовыми, которые сегодня используют юникары, это тоже уже, друзья, то, что будет продемонстрировано, сделано, и мы с вами это воочию увидим в сентябре-октябре. Поэтому мы переходим сейчас к новому этапу, мы готовимся к следующей работе, и еще один очень серьезный результат, это та команда, которая сформирована сегодня во многих регионах, в десятках стран, и это как раз залог того, что мы будем двигаться дальше, выполнять задачи, строить адресные проекты, ну и, как в конечном итоге, друзья, капитализировать ту интеллектуальную собственность, совладельцами которыми мы сегодня с вами становимся через венчурную схему дискаунтов и премий, которые мы сегодня разработали, которые сегодня юридически выверены, и которая сегодня дает максимальную защиту инвесторам в плане участия в проекте. Ну вот, друзья, на этом я с вами прощаюсь до вечера, вечером мы с Алексеем, те, кто будет участвовать, с Алексеем обязательно проведем вебинар уже после встречи в официальном министерстве транспорта, тоже будут, наверное, какие-то свои эмоции, свои ощущения, поэтому, друзья, благодарю, что вы с нами, давайте дальше работать, мы обязательно теперь будем использовать систему Перископа, она, как вы видите, входит в абсолютную онлайн-реальность, с одной стороны, несколько неудобно, когда ты сидишь, вот как вчера на конференции, она тебя смотрит еще кроме тех, кто в зале 100 человек, или там 110 в Перископе, но это, друзья, тоже часть работы, которую мы сегодня выполняем. Поэтому, друзья, стройте. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем последний репортаж, посвященный визиту австралийской делегации в Минский офис SkyWay. Вы увидите, как наши гости посетили экотехнопарк, а также закрытые цеха опытно-экспериментального производства Unibus, где в режиме сражайшей секретности...